Нашему линкору предстоит, скажем так, сражаться с кучей весьма современных тяжелых крейсеров. Это, возможно, была бы проблема, но у них недостаточно скорости для того, чтобы догнать наш корабль, если не случится ничего ужасного. Есть неплохие, нет, это не неплохие, это ужасные легкие крейсера, которые также не смогут нас догнать. Единственное, что нам приставляет угрозу, это эсминцы, но с ними, в свою очередь, должны справиться наши легкие крейсера. Это у нас оба типа, так что мы вступаем в бой. Естественно, мы будем пытаться использовать на полную все преимущества нашего корабля. В контексте наличия тяжелых орудий, в контексте наличия высокой скорости и куда более результативной стрельбы. Я заранее прошу прощения на вторую часть вот этой серии. Ну, как вторую часть, понимаете, игра затупила, не загрузила бой. Я был вынужден порезать в видос. Так вот, вторую часть этой серии я делаю непосредственно утром, поэтому мой голос слегка хрип. Я пытался выпить кофе, но это мне особо помогло. И так, противник на юге. Мы отправляемся в бой. Без дозора, в принципе, оба крейсера и эсминецы так находятся в охране. Как только мы обнажим противника, мы дадим поворот. Она уже стреляет. На такой дистанции противник не должен иметь возможности нам по нам особо попадать. А вот мы можем. Торпеды по единственной дистанции уже не идут. Мы все равно дадим несколько поворот. Будем стрелять на обратном курсе и набирать дистанцию. Все-таки противника много ПМК и не хотелось бы попасть под шквальный огонь. В очередной раз очень неплохо показывают все пушки, которые в носовое количество могут совершать полный оборот. К счастью, пока огонь противника не очень эффективен. Но это может отмениться в любой момент. Поэтому мы поставим донозавес на эсминцах. Отлично, линкор продолжает попадать. Мы разрываем дистанцию. Мы даже не будем приоритизировать цели. Тут нет тяжелых кораблей. Поэтому любые, скажем так, уничтоженные корабли противника, это очень хорошо. Нам очень фасает добронированная палуба. Хоть и минорные повреждения мы получаем. Оу. Нам уничтожили пи-10 миллиметровку. Не слишком приятно, мягко говоря. Проблема в том, что если мы сейчас будем сближаться с противником с помощью легких крейсеров, то с большой долей вероятности мы подставим их под такой шквальный огонь ПМК, что ничего нам не поможет. С другой стороны, нагара уже выпустила торпеды. Так что, в принципе, в этом нет особой необходимости. Попадание торпедами. Хорошо. Еще одно попадание торпедами. Тяжелых крейсеров, но из-за тяжелых крейсеров наверняка тонет. Отлично. Хорошее попадание по тяжелому крейсеру. У них снова уходит дымы. Нагара получила попадание. Так, легкие крейсеры. Приказ отходить. У них еще и стопы укрепления. Не хочу потерять, в принципе, хороший крейсер. Нагара имеет хорошие... Отличный экипаж, я бы сказал. Отличная точность, но противника она еще ниже. Дистанция боя все-таки очень приличная. 13 километров. Надо отметить, что противник по нам иногда попадает. На этом нужно за счет массовости огня. Там у них какой-нибудь 4... Ну, это Марк 3, это не Марк 4 пушки. Марк 4 могли бы значительно повлиять на себя. О, еще одно накрытие. К счастью, пока еще никто не заходил на зону действия нашей путем винной артиллерии. К счастью, для противника больше счастья. Потому что, какого количества легких орудий, не оставит никого равнодушно. Ну, вот на эсминцах Марк 4 пушки. И они выпустят из торпеды. Даем поворот. Перестраиваемся. Вообще, на фоне всей этой ситуации, возникает ощущение, что у нас прилетели должны быть корабли с задним расположением башен. Так, корабли сельском часе переназначают стелли, но у нас сейчас не нужно, что у меня нет. Техничное пробитие. Часть кораблей противника задается. Точнее, пока один эсминец. Вопросы Подписывайтесь на меня. Откроем всё Так... Так... Рулема в том, что сейчас штаты устроили нам морскую блокаду Что нещадно уничтожает наши денежные возможности Наши флоты вынуждены принимать сражения И пока мы не потопим добрую половину вражеского флота Блокады мы не избавимся Поэтому этот бой вполне себе удачная ситуация Нам нужно перетопить противника Отлично У короля противника живут У них кончаются снаряды Теперь они стреляют по нам бронебойками А с бронебойками у них будут большие проблемы Они стреляют по Хацухару Ну, уходим в дымы Хакминг прятался сам под дымами, но это небольшая проблема для нас Просто ждем, когда они рассеются И чего сможем вести активный огонь Они затягивают бой, хотя тут понятно, что ни о каких серьезных повреждениях для Киото речь не идет Да, они несколько раз попали, это неприятно, но не будет Киото очень не хватает РДФ Я думаю, что на следующем интернизации он его получится 11 километров до ворожеских легких крейсеров 4,3 километра дальности Ну, если они подойдут на дистанцию торпедного залпа, мы их просто уничтожим А сражеские эсминцы представляют угрозу Ну, в теории К сожалению, на данный момент они не боеспособны К сожалению, для противника, конечно 102 миллиметра, но такой дистанции имеет потрясающую эффективность 53% попаданий Это просто ужасно Противнику не оставляют ни единого шанса Корабль противника просто костерный Накаждалась противник просто Уничтожен второстепенным калибром А где-то еще ни разу не входил в бой Легкий калибр корабля Ну, в общем, ремонт тут где-то на месяц Конечно, не так, чтобы идеально, но вполне достаточно Учитывая, что разгромили мы внушительный плод Средств поддержки противника Да, это очень старые корабли Да, эти корабли даже Это не конкурентоспособные корабли По нынешним меркам Но они в современные пушки Там, по себе, это не самые дешевые Корпуса 183 миллиметра Марк 3, между прочим Ну, то есть, в целом Эти корабли имеют какие-то варианты Противостояния современным кораблям Но Не слишком высокие, скажем Не слишком обширные варианты Как средство огневой поддержки Да, но как серьезное средство Противостояния чему-то более-менее современному Ну, нет Отлично, еще один корабль минус Дымов у них практически не осталось Вон, сдавшийся вражеский эсминец Вполне себе современный корабль Восьми километровыми торпедами Если его удастся захватить Я буду Конкок Погиб Ширный пожар Ну, это неудивительно Любой корабль Впадающий Под огонь нашего Второстепенного калибра Быстро превращается в пожарище Невероятная точность Позволяет Просто Решить их противника У них остался, судя по всему Еще один легкий крейсер Но это ненадолго Стрелочный 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 Тринадцать процентов точности достаточно Кажется, эсминец надо откормить, это эсминец, правда более старый, крайне визуально по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Наш ПМК уже пристрелялся. Торпеды детонировали на вражеском крейсере. Наши корабли, видимо, работают по предварительным расчетам, потому что, как иначе объяснить, что они стреляют по цели, которые не видели. С дымами, к сожалению, против них хорошо скрывается, но это ненадолго, совсем ненадолго. Посредние корабли с дымами уже выходные. Возникает ощущение, что противник не стоит потраченного на него боезапаса. Шенева, можно. Остался эсминец с домами, последняя хоть сколько-нибудь со мной угроза. Остался эсминец с домами, последняя хоть сколько-нибудь со мной угроза. Все-таки пилота надо будет отправить на ремонт. Ремонт будет небольшой, но некоторые потребности есть. В честь ни одного серьезного повреждения мы не получили. Все повреждения минорные. Пауба выдержала, броня выдержала. И надо отметить, что стойкость оказалась куда меньше, чем мы ожидали. Все-таки противник нанес хоть и минорные на повреждения, почти провив в нескольких местах паубу. Мы явно в идеале должны добронировать паубу, но... Пока на это нет средств. Зава главным калибром должен попасть, потому что он эффективно. Ожидаем он. Идет пристрелка по последнему вражескому крейсеру. Пристрелка прошла. Орудия заряжаются. Скорее всего это конец. Остался, судя по всему, один эсминец, и догонять мы его явно не будем. Да, это один поврежденный эсминец. Отлично. Надеюсь, это поможет нам снять блокаду. Вот долгий выматывающий бой. Крайне приятный, на мой взгляд. Наша задача номер один сейчас, это убрать блокаду штатов. И, честно говоря, блокада-то это видится весьма странно. И ведь... Противник не может блокировать нас. Наши перевозки вполне себе успешны. Но каким-то образом они это сделали. Потому что их флот в нашей бронеметрополии практически не действует. Да, у них по-прежнему огромная протекция силы. Но... Вы же не будете всерьез утверждать, что вот это вот. Тут недоразумение может нас реально блокировать. И сейчас будем продолжать уничтожать корабли противника. Но, к сожалению, да, у нас огромные проблемы с финансами. Тем не менее, морское вторжение на Аляску проходит, в общем-то, успешно. 76% вероятность успеха. Это неплохо. У нас... Входит в строй новейшие крейсера. Ну, пока что только на этапе достройки. Мы не можем особо заниматься уменьшением наших финансов. У нас почти закончилось строительство верфей. Противник шлет буквально все, что у них есть в район нашей метрополии. Мне это, конечно же, несколько пугает. Но, в целом, это не так страшно. Так... У нас скоро будут, наконец-то, 203-х миллиметровки Mark IV. Что не может не радовать. У нас есть Mark IV пушки 254 миллиметра. Это означает, что, когда у нас появятся, наконец-то, крейсера, мы получим действительно внушающие... Ооо, подвинка башни 4. Кроме времени, говорят, что мы все-таки сможем добиться некоторых успехов в радарных технологиях. Киот, конечно, нуждается в минорной починке. Но пока мы не выбьем вражеский флот из наших территориальных флот, починка эта не имеет особого смысла. Мы должны топить американские корабли. И топить их постоянно и мощно. А в будущем... В будущем было бы, скорее всего, весьма дальновидным разместить небольшие скадры легких крейсеров в Гонконге и на Формозе. Наверное, мы так и сделаем, только это, скорее всего, будут какие-нибудь облегченные легкие крейсера, а не наши флагманские, которые мы сейчас строим, потому что они уж слишком дорогие. Скорее всего, если мы сможем ликвидировать вражескую блокаду, то мы наконец-то выйдем в какой-никакой плюс. На данный момент в войне с США мы, очевидно, одерживаем победу. Конечно, вероятность высадки нас на западном побережье не так высока, точнее, успешной высадки, но мы попробуем. Вообще, мы попробуем уничтожить штатовские силы полностью. Это будет не так просто, но мы надеемся, что на это есть некоторые шансы. То есть, если мы сможем вытопить вражеские флоты и вражеские конвои, то шансов у армии противника не так много. Да, нам снова бьют по портам, это очень неприятно. А вот и битва. Рад-Айланд. Откровенно говоря, старый и ни на что не годный линкор. При поддержке тех самых крейсеров. Некоторое количество эсминцев. Да, это новые эсминцы, очевидно. Один новый эсминец. Ну, что ж. Эти силы не представляют серьезную угрозу. Думали, у нас не будет проблемой потопить их? Рад-Айланд будет уничтожен. Как, впрочем, весь его эскорт. Для Киото это не противники. К сожалению, потом мы будем вынуждены отойти на ремонт, потому что гарантированно получим хотя бы несколько попаданий. Возможно, даже серьезных. Впрочем, не стоит удивляться тому, что мы так ненапряжно обсуждаем противника. Надо понимать, что всерьез сравнивать корабль стоимостью в 160 миллионов, то есть, он стоит примерно столько, сколько стоит наш легкий крейсер сейчас. И сравнивать нашего гиганта, который стоит более двух миллиардов, но это не смешно. К слову, я почти уверен, что десяток Рад-Айландов смог бы победить Киото, но... Чтобы собрать десяток Рад-Айландов в единое соединение, надо прямо постараться. Так, нашим легким крейсерам, в принципе, подходит вариант... Они подойдут близко, дадут обнаружение, выпустить от торпеды и отвернут. Так, мы заметили легкие силы противника. Мы еще слишком далеко. Надеюсь, что легким силам не хватит точности попасть по нашим легким кораблям. Мы уже начали пробивать. Ага, у нас не хватает топлива накинут. Надо будет отправить корабли в срочном порядке на дракование и заправку. Собственно, после следующего боя у нас будет такая возможность. Так... Кино получил затопление. Уходим. Так, мы обнаружили вражеский линкор. Вот он. Основные орудия стреляют по нему. Отлично. Множественное пробитие. А это употребший бред новый. Конечно, какую-то опасность этот корабль представляет. Объективно не самую большую. Задим поворот. Если был пустый торпед То Можем оказаться в крайне неприятном положении Да, мы пропустим один полунивер Да, ты не пропустил Отлично Вражеский линкор ликвидирован Ну, собственно, как и ожидалось Двух залпов хватило на то, чтобы уничтожить противника Возможно, мои слова о том, что Десяток Родайленда хватило бы Для битвы с Киото Не совсем соответствует реальности В принципе, Киото может позволить Себе держать противника на максимальном удалении И вести огонь По максимуму Пушки же Родайленда Вряд ли смогут править с такой огневой задачей Остались лишь легкие силы Вот с этим Экипаж Прекрасно умеет справляться Вообще, конечно, смотря на то, как сейчас Бьются кораблики по Киото Возникает ощущение, что невозможно стоит поставить на него Заградительные торпедные аппараты Конечно, не самое разумное, что может быть Все-таки пожароопасные Устройство на броне линкора Не самый лучший вариант Бабахать торпеды будут Просто ужасно Но с другой стороны, возможность Пустить торпеды В заградительном режиме на 13-14 километров Это много стоит Парлиник опять открылся домами Будет делать он так и постоянно Красивый корабль Красивый корабль Как я ожидалась, партнер получил тяжелейшие попадания Вряд ли он сможет в дальнейшем сохранить свою боеспособность Я боюсь подходить ближе По банальным причинам Если у противника Точнее, как У противника в дыму Наверняка и Один хороший эсминец Ооо Если этот эсминец Успеет Успеет Хорошо запустить торпеды То Киот отправится в док Не на один месяц А на полгода Мы сократили дистанцию Конечно, это не очень хорошо Но Нам нужно Побыстрее Добить противника И мы сократили ее не настолько Чтобы противник смогут И торпедов Смерть на пол Частью броня Блокирует Большую часть Попаданий Макки потонул Вот он эсминец Мы сделаем Небольшой Противоуточный Зигзаг Вот они эсминцы Отворачиваем Мы упали почти Без пристрелки Позади Вражеские эсминцы Прикладываем руль Самое, конечно же Примечательное Что противник Даже не сможет Крыть-то В случае желания Они просто Обречены Принимать бой Скиота Никаких интернетип У них просто нет Попытки уйти Шансы уйти Имеет только эсминцы Скиота 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 К счастью, броня отбивает большую часть наших снарядов и вражеских снарядов. Можем продолжать спокойно нашу огневую задачу. Промах. После пристрелки шансы почти идеальны. Если противник не успеет пустить дымы, их сминец обречен. Забавно, что противник считает, что на такой дистанции попасть по верткому эсминцу сложно. Но они не понимают, насколько их шансы на самом деле. Еще один корабль выбит. Ну вот и мы. Ожидаемо. Противник уже конкретно достал со своими дымами. Это сильно затягивает бой. Делает его куда менее оптимальным. То есть, понятно, что противник хочет жжить и не хочет попадаться под залпы наших орудий. Но они должны понимать, что их шансы около нулевые. И нет, никакие дымы не спасут. Хорошему вражескому адмиралу стоит просто поднимать белый флаг. Они даже сблизиться не смогут. Если они попытаются даже всей оравой начать сближение. Во-первых, мы спокойно уходим. На полной скорости. А во-вторых, противоминный калибр просто аннигилирует эти корабли. У них брони нет. Вот и все. Очередной залп. Очередной уничтоженный корабль. Наши легкие крейсеры ушли очень далеко. Уже точно никто не догонит. Исминец потонул. Да, все-таки не хватает 203-мм противоминного калибра. Возможно, на модернизации мы сможем это исправить. Хотя, откровенно говоря, на Киото им напихивать еще и 203-мм просто некуда. Повреждения опять очень минорные. Судя по всему, между боями моряки смогли залатать одну из пушек. Те 50-мм в строю. У корабля 2,2% потери экипажа. Что, в общем-то, отлично. Последние подразделения легких крейсеров противника по-прежнему пытаются как-то дать бой, укрыться домами. Ничего нового, в общем-то. У меня остался один из тяжелых крейсеров. Эти корабли, в принципе, ну, далеко не самые худшие. Легких крейсеров очень недальнобойные торпеды, поэтому мы оставим их на растерзание ПМК. Да, это несколько рискованно, но затягивать бой просто невозможно. Вдруг противник подают крепления. Еще минус один корабль. ПМК открыл огонь. Значает, что будет убиваться один структур. 102-мм ПМК очень эффективна, однако возникает ощущение, что 127 были бы куда более предпочтительны в данном случае. Возможно, стоит поставить смешанные ПМК 120 и... 102 и 127 миллиметра. Тоним по орудиям. 159 миллиметров Марк 3. Войны в установках. Очень современных. Внутри американцы вообще не любят списывать свои корабли. На пушке у них стоят. Четанога, это... Это разные крейсера. Четанога может быть... Неже к постройке. Но если так, то, конечно... Неплохие новости до вражеского флота. Если вот это... Корабли новой постройки, то я прям даже не знаю. Мы вынуждены доворачивать. Ну вот, коряемся. Начинаем преследование. Те корабли вражеского флота должны быть уничтожены. Те корабли в comigo. Те корабли в люк-вязь. Мы выдаем. И меня затягиваем. Уголов, вот я. » А то есть у нас оптимальная скорость шестнадцатого О! Иногда принимаем оптимальную точность О! Несколько неожиданно Портипы почти кончились снаряды Получаем еще несколько пожаров Эти 430 мм не прощают ошибок Отличные пушки Даже без той стрелки мы получаем очень внушительные шансы попадания Огонь В общем, чего я стоянул ожидать Отпадаем буквально к ходу Три попадания из трех У нас заканчиваются бронебойные снаряды Это проблема Киота должен будет отправиться на дакование уже в этом же месяце Потому что иначе мы тупо останемся без снарядов Нет, конечно и фугасами мы нанесем противнику ужасающие повредения Но Стрелять фугасами по противнику не так эффективно Стрелять фугасами по противнику не так эффективно В общем И снова попадание с ходу И снова попадание Без пристрелки. Помогательный калибр открыл огонь. 49% базовая точность. Просто невероятно отлично. Отлично идут так, просто замечательно. Еще один корабль отправляется на дно. Оу. У нас уже достаточно сильно устала броня. В некоторых местах бронекорпус крайне ослаблен. Поэтому да, в скором времени мы отправимся на дакование. Даже мелкие попадания пусть и наносят мидерный рон. Но... Сталь как-то получше не становится. ... 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 попадать пока что. Попадания очень нечеткие. У нас следующий залп обещает быть удачным. Легкий крейсер уходит под дымами. К сожалению, пробитие очень. Очень слабое попадание. Всего лишь один снаряд. И то не слишком эффективно. Пушки почти перезаряжены. Красивый, конечно, залп. Остался последний легкий крейсер. Полный вперед. Догоним его. Им не уйти. 25-ти узловой ход. Киото 2. Киото это не шутка. Скоро дым завеса пройдет. Мы четко видим противника. Пушки готовы. Пушки готовы. Отлично. Да. Победа. Полная и безоговорочная. Еще один флот противника потоплен. Киото показывает свою невероятную эффективность. Ну, если такой ценой американцы будут продолжать нас блокировать, то я в принципе не против. Каждый такой разгромный флот это еще одна крышка, еще один гвоздь крышку гроба Соединенных Штатов как отдельные мега державы. Очевидно, что в наши цели для этой войны входит и Панама. Мы должны будем взять Панамский перешейк. Панамский перешейк. Угу. Штаты все еще пытаются заходить в Кубу. Итак. Мы отправимся в Майзуру. Цель быстренько переснарядиться. Так. Вот эти четыре корабля будут базироваться базово во Владивостоке. Они войдут в состав Киото чуть позже. Угу. Надо сказать, что американцы теряют корабли. Но по-прежнему их много. 24 линкора. 291 корабль. Конечно огромный тоннаж. 41 тактическая группа. 24 линкора. 72 тяжелых крейсера. Для того, что мы их топим просто пачками. Отметьте, что вражеский флот кажется уходит. Скорее всего они уходят для того, чтобы пытаться перехватить наши войска на Аляске. Которые вот-вот. Ну да. Вражеские флоты выдвигаются к Аляске. Это означает, что в скором времени мы пошлем туда подкрепление. Так, две боевые группы должны объединиться. Там кого-то черта забыл вражеский флот. Как он сам вообще проник через мою блокаду? На этом будем заканчивать эту серию. Надеюсь вам понравилось. Надеюсь вам нравится все происходящее здесь. Это глобальная война. С интересным противником. Которые иногда представляют угрозу. Ну а с вами был Макс. На следующий канал. До встречи в новых видео. Пока.